не можем жить спокойно не можем решили сначала чтоб все везде был только газон газон чтобы была такая вот красота начали формировать сосны макушки вообще все елочки стали встреч и теперь купили голубику вот три кустика три кустика вот здесь уже с такими вот ягодками здесь вот с такими ягодками а здесь уже вот есть и зрелая ягодка да тебе только метровые ямы выкопать забросать их торфом кислым обязательно голубика растет 150 200 лет мы столько не проживем поэтому мои ямы копаем поменьше чем рекомендуют рекомендуют метр 90 сантиметров шириной мы 60 60 на 50 а вот вот у меня есть работница специально обученная пока я ракурс выбирал а она уже вот одну яму выкопала уже вторую копает умничка ну еще одну яму выкопаешь леночка и можешь сегодня ну сначала я вода потом вниз насыпем дренаж потом кислый торф поработаем серу возьмем еще для раскисления закисления то есть почвы не вздумайте покупать и сажать голубику это не так просто а я в блин под конец жизни решил попробовать короче я вот делаю такой пакет из хорошей пленки вот где-то где-то вот так получается вот немножко выше уровня здесь будет мульча пленку нареза сейчас высыплю одно ведерко песка в каждую так ой посадочный грунт я не буду мешать песком это я все делаю дренаж сначала идет это потом идут шишки потом идут ветки веточки вот все эти веточки я на три ямы вот эти веточки используя вот мелких покрошу вот привезли мы сегодня съездили тут рядышком грунт торфяно универсальный магра марка агробалт кислый торф 250 литров из этого получится потом где-то литров ну 80 наверно не меньше вес 34 килограмма но он сухой примерно по 50 грамм добавляю вниз и потом еще поскольку же добавлю чуть поменьше в этот кислый торф серо будет подкислять ну будем считать что она будет работать ну как минимум год сейчас немножко добавим еще серый этому птиц забрали добрый селянин кормовая сера птицы до чтобы друг у друга перья не выщипывали ой им серый добавляют так сейчас чуть-чуть добавлю опилок слойных чуть-чуть совсем вроде бы отмучились подготовили все и погода нам мешала но погода хороша для пересадки погодочка для пересадки то что надо вот и все да я не буду их трогать мне не нравится некоторые говорят распушить да распушишь в себе дороже так слегка обмять капельку капельку и начинаем как следует проливать надо в горшке его как следует перед пересадкой вот сейчас еще польем корневином чтобы хорошенько укоренился только концентрацию поменьше корневин сделаю не на 5 литров 5 грамм а на 10 литров 5 грамм сделаю хорошенькие кустики ну так трех годовал и кустики сорта говорить не буду сорта выбирайте сами главное чтобы зимостойкие были потому что у нас бывает до 30 вот они до 30 выдерживают и чтобы цветение если в мае мороза чтобы цветы до минус пяти были живы вот это я такие вот сорта и смотрел зимостойкость так и еще я не хотел чтобы сорта были очень высокорослой то есть чтобы от полутора метров максимум до двух вот такие вот как ежевика но тяжели когда может вырасти до трех вечереет однако слава богу отмучились вот садили вроде по правилам единственное что я посадил так чтобы хватило не на 200 лет но корневая у нее развивается около 50 лет а растет она потом около 160 даже говорят до 200 лет вот так люди столько не живут кому надо посадить себе другие поэтому я сделал не 90 сантиметров или метр диаметр а 60 сантиметров диаметр и 50 глубину вот ягодки и цветы при посадке нужно обязательно срывать чтобы дать силу укорениться вот поэтому ягодки сейчас сорвем вот и первый урожай ой не это вот она леночка с почином скушай ягодку спасибо 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 Продолжение следует...